На 10 дней раньше весенний паводок в этом году пройдет ориентировочно в середине мая. Одна из причин раннего половодия – теплый апрель. Температура в этом месяце выше климатической нормы. Александра Литкова расскажет подробнее. Предпаводковое обследование Печоры от села Великовисочная до Осколково показало, на реке большое количество торосов, которые могут стать причиной заторов, что в свою очередь приведет к повышению уровня воды. При обследовании мы выявили, что в районе Великовисочная каменка Хангурей-Оксина наличие торосов по всей ширине реки и также навалы льда. А также Лабожская пыльмец тоже. Здесь еще сугубляется тем, что там огромные навалы льда, до, по-моему, даже трех метров навалы льда. Также в районе Макарова у нас навалы льда и торосы. И вот этот вот участок Куя-Красная, тоже самое навалы льда и торосы по всей ширине реки. А в Дике Осколково ровный ледостав, лед кристаллический, снежного льда совсем немного. Максимальная толщина льда была зафиксирована в районе деревни Каменка и составила почти полтора метра. В городецком шару 98 сантиметров – это минимум. Впрочем, на уровень воды влияет не только толщина льда и температура воздуха. Раннему вскрытию рек способствует не только температура воздуха выше климатической нормы, но и также уровни, которые устанавливаются на период становления ледостава, погода, которая формирует дальнейшую осень и зиму, также выпадение осадков, снегозапасы, количество снегозапасов. Ну и, конечно, вот это все в совокупности, оно у нас формирует дату выхода ледохода по нашему округу в районе города Наринмар. Это будет 17 мая, что на 10 дней раньше среднемноголетних сроков. Тем временем окружные власти готовятся к паводку. В эти дни по всей России проходит командно-штабное учение, в том числе по отработке вопросов, связанных с весенним половодием. Основная цель таких учений – это проверка готовности, совершенствование знаний и практических навыков органов управления сил и средств территориальной и функциональной подсистемы, единой государственной системы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧАЭС утвержден план мероприятий на период паводка и список населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления. В зоне возможного подтопления могут оказаться 11 населенных пунктов, это 8 муниципальных образований. Численность населения – более 2,5 тысяч человек, жилых домов – 696, социально значимых объектов – 27. Добавлю, ожидаемый уровень воды в Печоре в период половодия составит 500 сантиметров, а при наличии заторов может достигнуть отметки 600. Александра Литкова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север.